С добрым утром всех! С новым днём всех! Я приветствую каждого на зарядке. Наша зарядка уже началась и мы уже в эфире. Думаю, что меня слышно прекрасно. С добрым утром! Я так рада вас встречать на зарядке сейчас, потому что такой перерыв с понедельника до пятницы. Ну, конечно, такое впечатление, будто несколько месяцев мы не виделись, так долго тянулось это время. Привет-привет всем! Рада вас видеть. Большой перерыв, пишете. Да, да, именно так. Извините, что в пятницу у нас зарядка за среду получается. В среду по техническим вопросам не получалось просто её провести. Ну, я знаю, что скучали. Да, вы пишете здесь. Мы скучали, мы скучали, соскучились. Именно так. Но знаете, сегодня такой вообще крутой день. Во-первых, сегодня 1 ноября. Там всякая новолуния и все-все-все эти дела. Можем потом чуточку, может быть, там обговорить ещё это. Потому что очень хороший день сегодня для многих дел. Во-вторых, начался и уже стартанул финальный последний месяц этой осени. Осени 2024. И уже совсем скоро мы врываемся в зиму. Поэтому два месяца осени, целый сентябрь и целый октябрь у нас уже пролетел. И поэтому можно смело себе подводить итоги. И сегодня посмотрите, какая у нас аватарочка. Пазлики, ключик. Да, сразу включаем ассоциации, что с чем. Как раз сегодня мы будем и дополнять пазлики, которых не хватало вдруг. Ключики подбирать к разным своим направлениям. То есть всё, чего ещё хочется, что ещё нужно сделать. Ключик к мечте. Ключик к реализации какого-то желания своего. Поэтому вот так. Сегодня настрой именно такой. Ну и, конечно, всегда, когда новый период и вообще пятница, в принципе, это у нас итог определённого этапа, который уже прошёл. Итог недели, естественно. Ну и врываемся очень круто в новый месяц, в ноябрь. И ещё, тем более, вот сегодня прям так всё классно складывается. И чуть-чуть оборачиваемся назад, посмотреть, что же было, что я сделал за этот сентябрь и октябрь. Вот чуть-чуть себе прокрутите в голове. А что ты уже сделал за этот сентябрь и октябрь? Сколько всего? Сколько масштабов? Сколько реализовано того, что ты для себя придумал? Насколько всё это у тебя реализовалось? Может быть, больше, чем ты даже ожидал? Может быть, меньше. Сколько ты прилагал усилий подвести итог? Значит, чего-то ты где-то недоделал, где-то недотягивал. Значит, где-то нужно ещё подработать, наработать в каких-то моментах себе. И, соответственно, сделать себе итог. Ну, итог этой недели. Не могу, конечно же, сразу с этого не начать. У меня были прекрасные встречи на этой неделе. И вчера даже у меня наклёвывалось несколько встреч с меркурианцами, и что даже приходилось регулировать мероприятия. Вот потому что на этой неделе ко мне прилетает. И прилетела Нелли Лапиня, наш руководитель британской платформы, наш топ-лидер в сообществе. И прилетала она ещё со своим сыном. Вы помните, да, когда она в прошлой неделе, по-моему, в среду Нелли объявила, «Ирина, мы к тебе летим». Она такая, «Окей, когда?» Потом переспрашиваю. Они, вот там, 29-го. Говорю, великолепно. Говорю, вы как знали? Потому что я как раз 28-го только возвращаюсь домой. То есть прилетели бы вы там 28-го, 27-го, меня бы ещё не было бы дома. А вы прям как знали, что 29-го я уже буду дома? Они такие, ну, конечно. Поэтому мы провели великолепное время, общение. Знаю, что где-то они сейчас там в аэропорту. Уже, ребят, если можете включить микрофон. Дорогая наша Нель, дорогой Олег, с добрым утром, с добрым утром. Ранние пташки сегодня вы. Если вы сейчас с связью ещё и на зарядке, то включайте микрофон. Хочу, чтобы пару слов вы сказали. Алё, алё. Так, можно включить микрофон. Да. Не вижу пока. Так, дорогая Нелли. Олег. Так, так, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Нет, возможно, уже вы где-то как раз на пути к самолёту. Потому что где-то примерно в это время прямой рейс есть Люблян-Лондон. Очень удобно летать, кстати, для всех, кто у нас там живёт на этом прекрасном острове. Знаете, что можно летать легко каждый день. И, по-моему, даже несколько, в некоторые дни бывает даже несколько рейсов. Вот. Так, не включается. Так. Микрофон. Окей. Хорошо. Ну, здесь уже много комментариев. Вы писали там. Мы такие, да, фотки опубликовали мы с Нелли. Потому что, знаете, вот в очередной раз понимаю, что как же круто общаться с теми людьми, с кем-то на волне. То есть Нелли прилетела просто так. Просто так встретиться, обняться, увидеться, пообщаться. Мы съездили и на озеро съездили. Потом вчера они уже самостоятельно там поехали и в пещеры. Там очень сильно захотели вообще в полном восторге. Я туда уже не ездила. Говорю, ну, уже каждый раз с кем-то я туда ездить не хочу. Вот. И потом мы снова встречались, снова общались. Вчера вообще там почти там до позднего вечера, там до 11 вечера практически мы ещё. Вчера общались. И как же классно вот общаться с теми людьми, вот с кем-то на волне. Знаете, вообще ни с чем не сравнимое, конечно, впечатление. И Нелла приезжала ещё со своим сыном, которому 18 лет вот исполнилось. И он входит уже в эту жизнь, взрослую жизнь. И уже, знаете, это как раз вот про нашу молодёжь, ребят. Я знаю, что сын Нелли, он много сейчас с ней путешествует, много ездит на встречи, потому что она у нас очень активная. Конечно. Горазненько. Говорим про путешествия. Очень активная по поездкам, очень активная по мероприятиям. И вот он ездит на встречи, принимает участие в мероприятиях. И даже уже выступает, рассказывает о нашем сообществе, о фонде. Очень удачно и очень точно может там поучаствовать в разговоре в каком-то, где там проходит встреча или в узком кругу, или в широком. И я так смотрю, думаю, да, наша молодёжь, конечно, молодец. Поэтому у кого вот есть подрастающее поколение, которое вот взрослеет, конечно же, уже сразу включайте их в это движение. И, конечно, что, например, мы когда разговаривали с Олегом, и там, какие планы сейчас на будущее, конечно, все соглашаются с тем, ну вот особенно мало чего, что нет, работать мы не хотим идти, как их сверстники, например, как их там товарищи. Нет, 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 вот так мы не хотим идти работать, мы хотим жить вот как вы, чтобы быть в свободе, ну и тоже, чтобы деньги всегда были. Поэтому интересно было общение вчера, и позавчера у нас, конечно, жду новых встреч всегда. И, кстати, очень удачно получается, когда вот так кто-то спонтанно, а давайте встретимся, а давайте. Люблю тоже такую смелость и скорость. Так, Александр нам пишет. А я вчера уволился с работы. Александр, поздравляем вас. Смотрите, вчера уволились, сегодня уже вы, значит, не на работе, сегодня пятница. Первое число нового месяца. Это же великолепно. Вы теперь предоставлены сами себе, что хотите, то и делаете. Это класс. Вот это настоящий такой итог осени, итог двух месяцев осени, да? Так, кто-то здесь писал, сейчас, секунду, Даша, по-моему, писала, что у меня в октябре появился первый миллион в растущем потоке на киргизской платформе. И в ноябре планирую сделать миллион в поток кэш. Даша, ты красотка. Смотри, не так много времени прошло, и у тебя уже появляются твои первые миллионы. И ты легко сейчас за ноябрь точно сделаешь миллион еще и в поток кэш. Наверняка знаю и понимаю, вот, как это, и желаю, чтобы все это случилось как можно быстрее у тебя. Кстати, о поток кэш. Там, по-моему, вчера было... У нас, вы знаете, есть несколько доменных имен поток кэш, там поток касса, то есть они все у нас записаны. То есть, ребята, обращайте внимание, чтобы вы заходили именно на наши сайты, да, то есть переспрашиваете у вашего топ-лидера, наш это домен или нет, или вдруг это кто-то там решил скопировать, например, то на одном из доменов были в некоторое время технические работы. Вот. И, кстати, очень быстро, то есть я думала, что будет там, ну, чуть-чуть как бы там, а буквально там вообще совсем чуть-чуть времени были технические работы, поэтому вы спокойно заходили с другого доменного имени, и все у вас там получалось, что заходить в кабинет, все смотреть, нажимать, все делать, пополнять, начислять. Вот. Так что знайте, что иногда вдруг, если у нас на сайте появляются там объявления о технических работах, то просто, ну, вот, например, как поток кэш, есть возможность зайти с другого, да. Если и там технические работы, ну, тихонечко подождались себе спокойненько и зашли. А также вы видели, что, например, у меня тоже появлялось оповещение там такое, что вот там для того, чтобы зайти так на сайт, потом там какой-то появлялась какая-то картинка, да. Ну, собственно, мы, в принципе, от этого и, ну, как раз и решали этот вопрос. Все получается легко, быстро, вот, очень-очень хорошо. Но когда вот появлялась там табличка, например, для входа, нужно было просто нажимать, игнорировать, и уже потом заходишь себе спокойно, потому что там предупреждение там какое-то. Опять вот эти всякие политические хрени, которые, знаете, вот там где-то, где-то, вот, где-где-то, хоп, где-то там и проявляются, где-то там и просвещаются. Поэтому нам, в принципе, это никак на нас вообще, в принципе, не влияет. Ну, и тем более, что мы знаем, как все делать, чтобы нам ничего не мешало, и никакие там всплывающие окошки, никакие. Это также еще от браузеров там зависит, там, с каким браузером ты работаешь. Вы же знаете, что некоторые браузеры шпионятся своими пользователями, вот. То, ну, на первых, удобнее всего и лучше всего как бы пользоваться хром-браузером, у кого он есть. Поэтому, кто себе придумал поставить миллион и очередной миллион на любой из платформ на ноябрь месяц, это прекрасное абсолютно стремление. Кстати, хочу еще сказать про вот эти моменты, когда вдруг там где-то техработы на сайте, или у вас что-то там не открывается, у вас что-то с браузером, это же тоже такие бывают моменты, то вы обязательно должны быть подписаны на телеграм-каналы. И сейчас задача всем лидерам и топам сделать напоминание нашим участникам о том, что, дорогие участники, вы должны быть подписаны на наши телеграм-каналы. Ссылка на телеграм-канал есть, конечно, у каждого на сайте. Вы видите ее, так? Но, пожалуйста, задача лидерам, что сделайте такое напоминание нашим участникам. Можно в кабинете прямо разослать эти сообщения. Дорогие участники, вы обязательно должны быть подписаны на наш телеграм-канал. Напоминаю, вот ссылка нашего телеграм-канала. Ну и кидайте ссылку, ну и все подписываются. Вот, поэтому запишите себе такую задачу, и как закончится зарядка, сразу всем напомните, потому что там на телеграм-канале будет информация очень важная, к примеру, там для всех, ну там, касающихся разных вопросов. В том числе вы очень часто спрашиваете и про день рождения нашего сообщества. Ребят, вся информация будет объявлена, ни о чем не переживайте, главное, чтобы вы знали, где ее найти. Ну и самое важное, это еще вы должны брать информацию достоверных источников. В каждом нашем сайте есть два достоверных источника. Это сам сайт, это баннеры, которые появляются на сайте, вся информация на сайте. И второй источник – это телеграм-канал, единственный и официальный телеграм-канал, официальный канал фонда, официальный канал данной платформы. Он единственный, он один всего лишь, его ссылка есть на сайте. Все остальные чатики, все остальные там еще чего-то, это не считается. То есть есть один, единственный официальный источник в телеграме, это телеграм-канал фонда и данной платформы. Вот так вот. Так, смотрю, что вы пишете дальше. Хочу чат еще почитать. Мы сегодня много подведем итогов, много соберем пазликов в кучу и еще и поговорим даже о будущем. Ну, пятница все-таки. Первое число. Татьяна пишет нам в чате, у меня сегодня праздник. Год назад, 1 ноября, я зарегистрировалась в наше сообщество и открыла свои первые потоки на 3 тысячи и на 5 тысяч рублей. И через 2 дня еще на 10 тысяч сделала растущий. Я счастлива, что моя жизнь изменилась на все 100%. И я стала миллионером за 10 месяцев. это великолепный результат. Татьяна, мы вас поздравляем. Ребята, в очередной раз мы видим подтверждение. Ваши, ваши подтверждения. Вот эти факты. Это ваша жизнь. Это события из вашей жизни. Что за год возможно вообще в своей жизни изменить все, все, все. Иногда бывает, когда я рассказываю, что за год меняешь свою жизнь полностью, и некоторые люди не верят. Говорят, да нет, это невозможно всего лишь за один год вот так вот зажить по-другому. А ваши личные истории, ваши успехи, ваши достижения, они показывают, что это все не то, что реально. Это возможно сделать каждому человеку, если он захочет, если он постарается. Если ты этот год фигачишь по полной, то ты намного раньше все сделаешь. За полгода даже, и может быть даже за несколько месяцев. Если, конечно же, ты сидишь такой, ничего не предпринимаешь, ничего не делаешь, то может пройти первый год, может пройти второй год, и такое, и ничего не происходит. Результат зависит, очень важно, что от твоих действий. Кто-то здесь нам пишет, вот наш новичок, например, что пишет, я только вчера открыла свои потоки, нам Светлана здесь пишет. Светлана, приветствуем вас, поздравляем с этим стартом, с этим началом, ну и вы большая молодец, что вы уже прямо сегодня пришли на зарядку. Просто умничка. Ну и желаем вам через год и скоро мы начнем сокращать эту дистанцию. Мы уже скоро будем говорить через полгода. Ну пока давайте, чтобы вы не сильно пугались, что так резко и быстро изменится в вашу жизнь. Давайте пока годик. Подходит такой вариант, что через год точно эта жизнь ваша изменится. она разделится на до и сейчас до неузнаваемости. Ну это не значит, что вот прям только через год это случится. Это на протяжении года все будет происходить уже, все эти изменения. И, наверное, что осознание того, что теперь так будет всегда, оно может быть как раз и приходит. Вот через год ты, потому что ты привыкаешь сначала. Это, кстати, тоже интересный момент. Когда начинают происходить такие изменения у тебя в жизни, денег становится больше в первую очередь, возможностей больше. Главное, чтобы ты потом позволял всему хорошему случаться в твоей жизни, чтобы ты пользовался этими деньгами. То есть фонд дает нам деньги для того, чтобы мы жили лучше с каждым днем. И вот именно как раз, чтобы ты выполнял этот пункт, чтобы ты жил лучше, улучшал все аспекты в своей жизни. Жилищные, ну все-все-все там. Вот просто все, чтобы ты улучшал. Все, что ты хочешь улучшить сейчас в своей жизни, чтобы ты это делал. И сначала это как бы непривычно. А как так? И потом, наверное, действительно, что к году ты уже просто понимаешь, что это не что-то происходит сверхъестественное. Это ты не поймал удачу за хвост, и вот там как-то там, знаешь, случилось с тобой какое-то чудо. Это не три желания золотой рыбки. Это даже не по щучьему веленью. Это просто такой стиль жизни. И так у тебя будет всегда в твоей жизни. Вот. И, наверное, да, за год приходит это осознание. Поэтому сегодня я заявляю четко каждому. Ребят, ставьте себе сегодня цель и план на будущий год. Потому что цель без плана – это ничего. Цель. Поставили, что у вас через год, и дальше вы расписываете себе план действий. Тот план, по которому вы будете достигать как раз реализацию этой цели. План ставим конкретный. Кстати, мне Нелла показывала, что там, ну, участники, вот с кем там она общается, что пишут прям и присылают ей потом фотографии, как они научились расписывать конкретные цели, конкретный план достижения этих целей для себя. И вот именно с конкретикой, что, да, нужно писать конкретно, что у тебя происходит. Ты там за этот месяц, к примеру, удваиваешь свои результаты. Вот у тебя сейчас такие-то потоки. Через месяц у тебя суммы в потоках в два раза больше. Дальше. Ты удваиваешь количество участников у себя в команде. Потом через год у тебя там, не знаю, становится плюс, там, тысяча участников, например, в команде. Пиши себе конкретные цифры, конкретные задачи. Дальше расписывай, как ты этого можешь достигать. Еще. Значит, вот таким образом я пополняю себе такие потоки, я создаю себе новые вот такие еще потоки. То есть, каким образом ты будешь удваивать свои личные результаты. Каким образом у тебя удваивается количество людей в команде. Ну и, соответственно, таким... Также у тебя удваиваются и бонусы, которые ты получаешь. То есть, расписывать конкретно, ребят. Не просто вот что там... У меня развивается команда, людей становится больше. Да, один человек, это уже стало больше. Писать конкретно, насколько именно я удваиваю, утраиваю и еще там в N-кратное количество увеличиваю результаты, которые у меня есть сейчас. И те достижения. А ваши потоки – это ваши достижения. Ваша команда – это ваши достижения тоже. И результаты вашего труда. И план, как ты это делаешь. Вот, поэтому просто классно. За год можно... Я очень радуюсь, когда я получаю такие сообщения, и когда вы об этом говорите. То есть, за год можно, знаете, сколько всего сделать. Ух ты, смотрите, сколько у нас новых миллионеров еще появилось за октябрь месяц. Ух ты! А, ну-ка, посмотрим, посмотрим. Классно, классно. Я поставила цель – переезд в другую страну. Тут пишет тоже Алена. Опять тут очередные миллионеры у нас. Ну, давайте сейчас, кто на зарядке сейчас заявляется, кто станет, кто еще вдруг не миллионер, да, кто станет миллионером в своих потоках за ноябрь месяц. А у кого уже есть эти миллионы, ставьте себе сейчас результат. Сколько у вас добавится за ноябрь месяц? Сколько миллионов вы себе… На сколько миллионов вы увеличите свои потоки? Вот пишите себе, значит, кто хочет для начала свой первый миллион сделать? Пишите, да, там первый, так? Мой первый миллион. Подавайте тут сигналы так, чтобы мир услышал вас и увидел, что вы этого хотите. Ну, и конкретику, те, кто будут делать свой очередной миллион, сколько именно? Или во сколько раз за ноябрь месяц ты увеличишь свои потоки? Заявляете. Так, первый миллион пошел. Первые миллионы, да. Наталья здесь пишет, что мой первый миллион уже близко. Пусть свершится это в ноябре. Уже прямо сейчас. Да, первый миллион, первый миллион. Уже тут кто-то планирует еще полтора миллиона в ноябре. Да, три миллиона, на три миллиона увеличить. Да. Так, пошли другие цели, да, уйти с работы в декабре. Хорошая цель. Да, значит, в ноябре нужно хорошо поработать, потрудиться хорошенечко. Да. И чтобы потом вот это событие для тебя было, ну, просто в такую радость, чтобы ты еще быстрее даже мог это сделать, уйти с работы, например, там, в декабре. Так, кто-то здесь хочет увеличить на 5 миллионов. Угу. 4 миллиона. Здесь, смотрите, сначала пошли первые миллионы очень активно, а теперь вы просчитали. Так, Ольга пишет, я хочу к нашему дню рождения 10 миллионов в потоках у себя. Отлично. Да? Ну, давайте и про евро тоже, как бы, может быть, миллионы евро. Так еще? Так, давайте про евро тоже писать себе. Давайте, там будет миллион, допустим, там, без нолика. Ну, пишем. Ну, и миллион евро тоже неплохо посмотреть себе так. Да? Отлично, отлично. Да, молодцы все. Ух ты, вот Валя нам заявляет, что миллион евро в потоках у нее уже, вот, через год, да? А если так чуть-чуть прикинуть, то это же тоже все реально и сделать, и даже меньше, чем через год. Так? Так, у кого-то вот цель и 500 евро сейчас себе сделать в потоке к Новому году, и пусть это намного быстрее случится. Я вам могу сказать, что это уже у вас может случиться в течение недели, если вы просто захотите. Мы как раз с Нелой вчера обговаривали такой момент, что вот она рассказывала там о своем, о своем чуть-чуть там движении в жизни, так? Вот, кстати, ее сын Олег тоже очень удивился, когда, помните, я рассказывала свои истории, что когда я пришла только в фонд, и мне нужно было делать себе потоки, а денег у меня не было. Я делала все возможное, чтобы у меня были деньги, то есть работы, подработки, и кафель класть, да, то есть за деньги, и все остальное. Ну вот, кстати, молодежь не сильно сейчас понимает, что это такое класть плитку или кафель, так? За деньги. Но все были, то есть все способы, которые вот где-то там появлялись на пути, я за каждый хватала для того, чтобы у меня появлялись деньги на открытие моих потоков. И это произошло очень быстро, потому что когда есть первая возможность, ты ее берешь и пользуешься ей, то потом очень скоро приходит и вторая. И вот у кого сейчас стоят пока вот такие большие цели, но на самом деле это не крупные суммы, ну, вообще не крупные в принципе. И у вас стоят эти цели, но пока они для вас такие смутно достижимые, вы не понимаете, как это получить. Просто нужно. Знаешь, засучил рукава и пошел искать. Все, то есть деньги у тебя точно найдут, они тебя найдут, это очень важный, кстати, момент, что они тебя сами найдут. Ты просто себе придумал, мне нужна вот такая-то сумма к такому-то там вот сейчас, да, вот прямо сейчас, в самое ближайшее время, вот в эту неделю, например, для такой-то цели, чтобы мне запустить потоки, чтобы с этих потоков я получал и жил хорошо, офигенно. И деньги у тебя найдут. И главное, чтобы ты не испугался. Я, кстати, Вере сбрасывала недавно ролик про Белочку, может быть, я потом вам покажу в чате лидеров сообщества. Вот этот ролик. Главное, чтобы ты не испугался, когда к тебе придут эти деньги. Ты просто брал без вот этого всякого там, ой, а может быть, это не для меня, ой, а как это я так просто так, а как это такая легкая возможность, ой, а что ж потом надо там. Так же мне это напомнило некоторых людей, в принципе, которые говорят, ну вот, все, тебе возможности, вот тебе фонд, вот получай, начисляй. И они такие, ну нет, ну так же просто не бывает, ну как же так, ну все там это. Ну, бывает, то есть и деньги тебя найдут, и все тебя найдет. Поэтому у кого есть вот такие цели, даже когда у тебя миллионные цели, поверь, что и миллионы тебя найдут для того, чтобы ты их запустил в поток. Они тебя найдут. Вот, просто видишь открытое окно, видишь возможность, бери. Ну так, и дальше, соответственно, запускай себе потоки. Вот. Так, так, о, кто-то видел этот ролик, да? Елена пишет. Я вам потом точно скину ролик от лидера сообщества, посмотрите, да? Ну потому что, ну не знаю, он мне очень сильно зашел, и я пересматривала прям по несколько раз и смеялась, и думаю, ну да, это же жизнь. Вот так вот бывает в жизни, действительно, что мы ничего не берем, то, что вот для нас вот. И иногда бывает обидно, конечно, за наших участников особенно, потому что каждый участник для нас это такой уже родной человек, в принципе, становится. И обидно, когда наши участники такие не пользуются вот возможностями, которые есть в фонде. Они такие, да нет, ну я не буду делать эти потоки, ну как это там? Ну вот столько там потоки там, ну вот, посмотри, эти там накопительные, ты глянь, сколько денег они будут давать в будущем. Ну не, ну так не бывает. Ну да, это только для хороших белок, это не для меня. Эти потоки. Да не, ну я тут так, так, как-то сейчас постою, посмотрю. Ай-яй-яй, что же делать, что же делать? Ну нет, 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 да. Всё, то есть, бери, получай. Также, ну и с другими там потоками, так, то, ну нет, ну как-то так, я поскромничаю здесь. Ну что же это я так, что же обо мне люди подумают, если я вот сейчас тут начну как фигачить первый миллион, второй миллион, третий. Что же люди подумают? Ай-яй-яй. Да, тебя вообще не должно волновать, что люди подумают, ты живёшь свою жизнь и проживай её качественно, хорошо, в удовольствие, где ты здоровый, счастливый человек. И всё. А всё остальное тебя вообще не должно тревожить. Проживай свою жизнь хорошо. Вы знаете, прям в наслаждение. То есть жизнь хороша, а жить хорошо ещё лучше. Так вот, живи хорошо эту жизнь, проживай её хорошо. Вот так вот. Да, всё делать и всё получать. Абсолютно точно, Верочка нам здесь пишет. Спасибо, да. Делать всё, получать всё и жить тоже. В жизни получать всё-всё-всё, что есть хорошего, прекрасного для себя. Верочка, ты мне шлёшь сейчас картинки в личное сообщение, не в общий чат. То есть ты присылаешь великолепные картинки сейчас рассвета. Вот вышли ещё в общий чат, чтобы все увидели. Да, потому что не все увидят сейчас красота, конечно. Я знаю, что каждый сейчас находится где-то в классном месте у себя. Угу. Ой, пошли уже делать в Инстаграм сторис. Вижу, отмечаете меня. Вот Валя уже тут пишет. Молодцы, великолепно. Так. В общем, почитаю здесь я ещё ваши цели. Да, кто-то пишет, что на китайской платформе у меня точно в ближайшее время уже будет миллион. Да, вообще классно. Хочу увеличить поток на 10 тысяч евро, пишет Дэн. Угу. Хорошая цель. Да, в ноябре давай фигач в этом направлении делай. Знаешь, где взять 10 тысяч евро? Конечно, знаешь. Всё, бери, делай. Угу. Ой, красиво, Верочка, спасибо. Да, Розалия пишет, что Дмитрий Васильевич сказал, я заставлю вас быть богатыми. И я согласна, да, пишет Розалия, что абсолютно точно, ребят, да, я тоже согласна. И, кстати, тоже мы вчера с Нелой об этом говорили чуть-чуть, вот и о будущем, так. И знаете, кстати, какой ещё для меня итог осени? Такой, краткий. Не знаю как, не знаю почему, и не знаю вообще, вот, что такое произошло в мире, вот. Но мне стали писать люди с такими там разными запросами. Давайте я вам сейчас даже одно прочитаю. Я прямо это давно хотела вам показать. Это вот в октябре месяце. И мне просто прямо, ну, сначала думаю, ну, ну, окей, ладно. Потом смотрю, второй пишет, третий там. В каждой социальной сети практически, вот просто в каждой, пишут мне. Привет, Ирина. Сегодня я хочу поделиться с вами отличной идеей для совместного бизнеса. Давайте создадим команду и вместе покорим новые вершины. Я знаю, что вы обладаете уникальными навыками и опытом, и вместе мы сможем достичь невероятных результатов. Предлагаю обсудить эту идею подробнее и назначить созвон, чтобы спланировать наше совместное будущее. С нетерпением жду вашего ответа. Я, знаете, отвыкла. Даже так чуть-чуть отвыкла от подобных сообщений, потому что там одно время, знаете, как бывает такая волна-волна, да, так вот все пишут-пишут, а потом такие раз, там все затихли, потому что многие люди знают меня, например, так очень хорошо, понимают, наблюдают, ну и понимают, что мне писать бесполезно в принципе. А тут какая-то пошла новая волна. Причем что, я посмотрела, что вот именно с этим чуваком когда-то ранее мы о чем-то даже переписывались, то есть и думая, что же он такой смелый, это совсем у него какое-то такое уже последняя надежда, что ли, или что получается. И вот он мне пишет. Потом другие там пишут, у меня там есть в Инстаграме пару диалогов, вот, ну, я там не сильно часто им отвечаю, но все равно, знаете, такую беседу там о криптовалюте пишут. Я тоже вам могу сейчас вот рассказать, да, когда говорят, что, ну вот я смотрю, Ирина, вы там тоже в теме криптовалют, там все там этот вот, ну, они же видят там мои посты, например, когда выпрыгивают, они им попадаются где-то, они смотрят, да, ога, человек поставил там этот хештег криптовалюта, например, или биткоин, или еще другие там валюты, да, вот, или там деньги. И такие, опа, значит, что тут человек, ну, и начинают там, типа, вот вы тоже там в теме криптовалют, там все классно, давайте там, такое вот дело, бизнес там, да, за криптовалютами будущее. И вот эта фраза, кстати, меня, что за криптовалютами будущее, она очень даже, знаете, так, говорю, а за какими? И такие сразу, э-э-э, говорю, ну, да, то есть криптовалюта, это очень классный на сегодняшний день инструмент, и им надо пользоваться вот в моменте, да, вот в моменте, когда это есть, когда все это происходит, берешь и пользуешься. А за какими криптовалютами будущее? За всеми ли? Нет, конечно. Я знаю точно и наверняка, за какой именно криптовалютой будущее? За криптовалютой и каренси. А за всеми остальными? Ну, это такой вот вопрос, поэтому вот такие вот там, как-то громкие, ну, уже там довольно-таки заезженные фразы, да, такие, как люди используются криптовалютами, будущее там все. Да, да, но не за всеми. А я знаю, за какой именно криптовалютой будущее. Я знаю точно, за каким движением еще в криптом мире будущее. Я здесь. И, кстати, мы тоже, хочу вам сейчас дать такой небольшой лайфхак. Мы с Найлой вчера это проговорили. Ну, вот, мне, кстати, очень интересно и полезно с вами общаться иногда вживую, потому что тогда очень много, знаете, вот, то, что нужно проговорить вот всем, да, то есть оно вот есть на языке, только нужно снять с языка. И вот ваши такие интересные тоже рассуждения, вопросы. Фишка о нашем сообществе. Вот берите себе на заметку, когда вы будете разговаривать с новичками. Фишка о нашем сообществе. То есть почему, да, в чем еще? То есть все остальные фишки у вас там, вы знаете там, свои, свои там дополнительные. А в чем еще фишка нашего сообщества? Да, сейчас у меня, ну, каждый сейчас за себя говорит так, все круто, все классно. Вот. И знаешь, и там, как люди спрашивают, ну, у меня бывали так спрашивают, Ирина, ну, вот ты вот только в сообществе, это, кстати, вернемся опять к тому вопросу, когда они там зовут какие-то бизнесы делают, вот говорю, ребят, вы же знаете, я только в Меркурии. Ваши бизнесы, ваши какие-то там крипто, еще там какие-то идеи, да, там, что вы там, что там себе придумываете. Молодцы. Где ваши деньги? Покажите мне ваши деньги. У вас их нет. Если бы они у вас были, вы бы мне сейчас бы вот это вот, вы же знаете, кто я, вы же знаете, ну, обо мне много, вы бы мне бы сейчас бы не писали бы ваш вот этот там последний какой-то шанс, но это даже как-то, ну, не знаю, как-то неприлично даже с вашей стороны вот мне писать. Вот. Где деньги? Нет их. И они же, ну, а почему вот ты только в Меркурии, вот так-то так? Я говорю, ребят, в этом сообществе я всегда узнаю о всех тенденциях мира и о всех возможностях первой. Первыми мы все всегда все узнаем. И вот когда сейчас там какие-то молодые ребята, особенно, говорят, что за криптовалютами будущее, я говорю, и они такие, а вы их сталкивались когда-то с темой криптовалюты? Ребят, я свои первые биткоины покупала 10 лет назад по 700 евро. Как ты думаешь, сталкивалась или не сталкивалась? И сейчас я в этой теме или не в этой теме? Как ты считаешь? Так? А почему так произошло? Вы же помните тот момент? Я четко помню тот момент, когда Дмитрий Васадин позвонил и сказал, так, сейчас все покупают биткоины. А мы тогда были в Риме с моим мужем, у него был день рождения, и мы такие, знаете, что? Это же вообще какая-то непонятная штука. А как? А вообще что? А вообще как их там даже покупать? Ну все, просто делаешь себе кошелек и покупаешь туда. Не, ну это как-то непонятно. Ну вот у меня, вот я понимаю, что у меня есть там перфект. Тогда мы еще перфектом пользовались, помните? Но я вот понимала, у меня есть перфект мани, да, вот понятно, да, у меня доллары лежат. А что тут, какие-то биткоины купить там, это все там, Дмитрий сказал. Все покупают. Да? И потом же мы всем нашим участникам тоже говорили, мы говорим, ребят, покупайте сейчас вот биткоины. То есть тогда это было прям, ну вот надо, надо было это сделать. Да? И через год он такой, хоп, там 20 тысяч. Да? А вот, конечно, когда он был сначала в декабре 700, а потом в июне стал 3000, и у многих такое было, все, сейчас я по 3000 буду продавать эти биткоины. И многие продавали, а я покупала, кстати, тогда наоборот. Вот, а потом еще через пару месяцев он был там уже 20 тысяч. То есть сделали, то есть очень круто было тогда. А ты так делал? Я спрашиваю, ну не, но я тогда был не в теме. Я говорю, видишь, в чем разница? Или ты такой, ну да, я покупал, но я потом все слил. Ну или да, я покупал, говорю, ой, где твои биткоины сейчас? Ну я там все слил. Говорю, вот видишь, в чем разница, почему я в Меркурии? Потому что, во-первых, здесь есть наш фонд, в котором деньги есть для каждого и всегда. Во-вторых, эти деньги здесь тоже будут вот еще много, ну они есть сейчас, и они будут и всегда в будущем. И в-третьих, когда в мире будут появляться новые возможности и какие-то новые фишки, на чем можно круто подняться, взлететь, еще что-то, я буду об этом узнавать первой. И все участники нашего сообщества узнают об этом первыми. И так и будет всегда. И тема сообщества, то есть мы сообщество еще 12 лет назад построили, а люди только сейчас начинают объединяться в сообществе. Ребята, уже поздно, да, что-то вот начинать там, да, все надо делать своевременно. Ну, конечно, начинать никогда не поздно, главное начинать вообще в принципе. Но когда ты это делаешь еще своевременно, раньше других, это же круто. Про криптовалюты, ну вообще все-все-все, потоки, так, помните, как мы внедряли понятие потоки? Да все говорят, да что это такое, что-то странное, потоки, в потоке, там все это. А сейчас, куда ни глянь, все в потоке, все хотят денежный поток себе, все-все это придумывают такие, да, делают из этого какую-то такую новинку. Да, ну совсем это не новинка, мы уже живем так много лет, да, в потоке. Это для вас, это новинка какой-то такой, эврика просто. А для нас это уже просто обыденность в жизни, мы так живем себе спокойно сколько лет. Поэтому, когда это, то я, и вы можете использовать эту фишку, то есть я так людям говорю, что я, Меркурия, всегда все узнаю первое, все возможности. Вот посмотрите, даже тема, опять-таки вопрос с криптовалютами, что за криптовалютами будущее, я говорю, а за какими именно, да, да, за криптовалютой и каренси будущее, естественно. И я ее покупаю, я покупаю еще и майнеры, чтобы ее и майнить потихонечку себе, ну и еще и покупаю криптовалюту. К тому же, я уже прямо сейчас на ней делаю сумасшедшие просто деньги. И на будущее тоже. Вот, поэтому мы всегда узнаем о всех тенденциях, все тоже касается социальных сетей. Посмотрите, как, когда мы перешли в социальные сети. Я помню, когда я пришла в 2015 году, очень мало людей тогда вообще в социальных сетях, в социальных сетях, точнее, вели странички и, ну, там, выстраивали свой личный бренд, там и все. То есть, помните, я тогда много курсов очень проводила в этом направлении, тогда я тогда сразу смыкнула, что куда, да, то есть надо идти в социальные сети. Где сейчас все люди, где сейчас весь народ в социальных сетях? И я всем говорю, ребята, в социальные сети своя страничка, свой бренд, узнаваемость, выстраиваешь там все воронки, для того, чтобы там люди к тебе заходили, регистрироваться, потому что, где люди все ищут информацию про деньги и все остальное? В интернете, в социальных сетях. На земле ты выстраиваешь свою линию работы, так, в социальных сетях ты развиваешь свою линию работы. И если нет тебя еще в социальных сетях, ты очень многое просто пропускаешь мимо себя. Огромный кусок ты пропускаешь мимо себя. И людей много ты пропускаешь, что надо идти в этом направлении. А люди тогда такие, типа, ну нет, ну социальные сети же так, только там для развлечений. Нет, ничего подобного, нет для развлечений, а для выстраивания своего развития, процветания вот в том деле, которое ты делаешь для себя. Вот, ну то есть много таких моментов, о чем я... Вот все, что касается вот вопроса денег, потому что люди все пишут, ну и задаются вопросом, почему? Ну о деньгах, так, в основном. Или там кто пишет, давайте делать бизнес, или там кто пишет, интересуется вот почему-то там только в Меркурии, да. То есть их конкретно интересует вопрос денег, ну каждого. Вот. И говорю, слушай, все, что касается вопроса денег, это вообще давно решено уже. То есть все вопросы денег у нас решаются в нашем сообществе. Ну вот как? Ну аж вы же не знаете, что будет в будущем, а вот как? Я говорю, ну не по барабану, как там будет в будущем. У нас этот вопрос уже будет решен раньше, чем у всех остальных. Заранее. Потому что сейчас мы живем уже много лет так, как мечтают сейчас жить все люди на планете. То есть тогда еще люди, ну если помните, когда мы начинали, это, кстати, тоже было очень интересно. Когда мы начинали движение, ну вообще этапы, да, то есть первые шаги в нашем сообществе, люди мечтали открывать офисы, помните? Они мечтали быть офисными работниками. Ну тогда практически каждый мечтал открыть офис, написать там, не знаю, там написать там название на что, сообщество, там еще там что-то, там этот вот. И открывали офисы, хотели вот быть в офисах, хотели там еще чего-то, да, вот. Но, но очень быстро это все прошло, потому что тогда все очень быстро поняли, что нет, не в этом свобода и не в этом кайф жизни. Нет, нет. И в моменте, когда только сейчас, как, ну там, мы знаем про инфлюенсеров, да, когда только сейчас там некоторые начинают переключаться вот в эту свободу, мы это поняли еще 10 лет назад. Там какой-то годик поигрались в офисы, так все, а потом поняли, нет, совсем не в этом кайф удовольствия оказывается. Кайф удовольствия, когда у тебя есть деньги, когда ты живешь так, как хочешь и где хочешь. И у тебя офис хоть в новом месте каждый день. Вон как нам Вера сбрасывает у нее. Сегодня офис у нее вот здесь, сегодня офис у нее вот здесь, завтра офис у нее вон там. И каждый раз это красивое, классное место получается. И потом все-таки поняли. То есть мы это, не то, что поняли, мы это уже приняли к жизни еще 10 лет назад. Ну, а кто-то только сейчас начинает такой, ух ты, точно, ведь можно же делать как-то по-другому. И только сейчас там думать, как, чего там. То есть обо всем, в принципе, мы всегда узнаем намного раньше. То есть все, что касается денег, это не важно, деньги будут всегда. И когда мне снова этот чувак говорит там, ну, за криптовалютами будущее, говорю, слушай, будущее всегда за людьми и за человечностью. А все остальное, это у нас вот инструмент для достижения всего, чего мы хотим в жизни, для получения всего, чего мы хотим в жизни. Нами же, людьми, будь то криптовалют, да, сегодня это крутая фишка криптовалюты. Вот, я уже на ней сейчас, да, то есть благодаря этой теме мы сейчас живем вот просто великолепно. Будь то еще там что-то другое, мы и тогда будем жить великолепно. Но всегда будущее за людьми и за человечностью. Это чисто такое вот мое, моя позиция. И она не с пустого места взята, она обусловлена очень многими факторами. Вот, а вот, говорю, ваши вот эти там какие-то однотипные фразы цепляющие, нет, нет, нет. Поэтому не знаю, как так получается, но снова на меня стали выходить и проявляться вот эти разные ребята, которые там, говорят, Ирина, делать бизнес. И у меня сразу вот к ним такой встречный вопрос, так, и вот вдруг вам такие тоже пишут. Вот, уверена, что вам тоже такие пишут, какое-то у них осеннее обострение сейчас, знаете, последний шанс просто, ну уже, ну уже совсем уже, знаете, ну уже мне писать, нашим топ-лидерам писать, при том, что они их знают. Ну это, ну чувак, тебе вообще что ли нечего делать, да, получается. И вот же пишет, да, особенно мне нравится такое вот. Я знаю, что вы обладаете уникальными навыками и опытом. Да, конечно, соглашаюсь. Как ты думаешь, где я обрела эти навыки и опыт? Где я получила этот опыт и все эти навыки, все знания, умения, все, что получается? Как ты думаешь? В Меркурии? И что ты думаешь, я вот так возьму просто и теперь пойду с тобой покорять новые вершины, строить с тобой бизнес и профукивать все свои навыки и весь свой опыт? Ты же думаешь, я совсем что ли это малоумная или что-то еще такое? Думаешь, так начну делать? Нет, конечно. Вот, поэтому, ребят, знайте, что у вас, то есть вы каждый действительно обладаете вот уникальными навыками и опытом. И тот опыт, который мы получаем в нашем сообществе, несравнимый ни с чем просто. И всегда знайте себе цену. Вот, да, и всегда умеете держать, знаете, как Марку. И, знаете, это ваша репутация, это ваш бренд, который уже создан. То есть вы получили такой опыт, вы получили статус, так, в нашем сообществе, вот, статус свой. Команда, уважение, признание, все там этот вот, да? И что люди думают, что для того, чтобы ты шел это профукивать куда-то там, строить с ним бизнес и покорять какие-то новые вершины? Какие вершины? Вот эти, знаете, какие-то там, вот эти их там фразы какие-то. Ну, чувак, ты знаешь, кому ты пишешь, да? Вот, если ты пишешь меркурианцу, то это человек, который, ну, он точно знает и понимает больше, чем ты. О каких новых вершинах ты ему пишешь? Что с тобой там покорять? Какой бизнес строить? Да, Верочка, он нам тут пишет. Вера, пиши в общий чат, ты опять в личное пишешь мне. Да, что таким образом они стараются подкупить красивыми фразами, да? Подсластить тебя, чтобы ты такой, ну да, я вот такая вот, да, конечно, я уникальная там, все это вот. Что ты такой хороший человек. Нет, ребят, я вам хочу всем сказать, и это итог точно осенний, и итог вот будущего. Все знаете себе цену, и никогда не ведитесь на что-то такое вот там подобное, какие-то там такие фразочки общие там, давайте вместе покорять, строить бизнес там, а я вот такой-то. И еще очень четко различайте, кто вам пишет. Вот, то есть человек, вот, например, вот мне там один чувак в инстаграме, ну, такой, понимаете, прям, прям, вот этот, как это сказать, даже не знаю, какой-то смелый. И пишет, и пишет мне каждый день, я ему там полуслова что-то там ответить еще, причем, знаете, как, ну, вот так вот. А он мне там пишет и пишет. Ирина, а вы что, занята сегодня? Говорю, я вообще всегда занята, а я занята своей жизнью. Ну, все. Потом, а вы что, сегодня, а вы вчера опять, я смотрю, у меня сейчас опять пишет. То есть он мне пишет, не знаю, уже недели две. Я ему там три слова ответила, а он мне пишет каждый день. Блин, чувак, тебе вообще что ли нечего делать? Нет, то есть, если ты такой крутой перец, как ты говоришь, то какое тебе дело до меня, в принципе, да? Нет, то есть умейте различать, умейте, ну, вот, знаете, как отсортировать там, например, там, как от семечек, да, ядрышко, их вкусные семечки, от шелухи просто, да? Получается, вот я не знаю, как так, но вот мне пишут. Но это очень интересный, кстати, фактор, и это говорит как раз не о том, что какой-то такой последний шанс, что ли, у людей. Ну, и, естественно, это снова придает нам такой вот важный момент, что все точно понимают и знают, что у меркорианца есть деньги. Все точно хотят воспользоваться, подсластить где-то, где-то какую-то там слабинку, там, знаете, поймать у человека и затащить его, строить бизнес. Может быть, там какую-то даже, ну, какой-то такой, там, подцепить его, там, на какой-то такой, не знаю, там, типа, ну, вот как ты там сидишь, да, что свой бизнес не строишь, и ты что, не хочешь быть там своим, там, свое дело иметь, быть начальником, там, образно. Нет, не хочу, я хочу жить, я хочу, чтобы у меня на жизни всегда и все хватало, а вот это все остальное ваше совершенно не хочу. То есть могут подкупать на такое, типа, что ты не хочешь быть начальником, что ты не хочешь свой бизнес, а что там еще чего-то. Конечно, на это можно вот купиться, но знайте себе цену всегда. И вот, опять-таки, общаясь даже с этими чуваками, понимаю, насколько меркурианцы крутые просто, потому что они все знают нас, там, лидеров, топов, там, например, да, и каждый мечтает, да, там, заполучить себе в партнеры, в команду кого-то из наших крутых, продвинутых участников. Такие, давайте создадим команду и вместе покорим новую вершину. Ты хочешь, чтобы я пришла, тебе создала команду? Да сейчас я еще больная, что ли, совсем? В жизни этого не будет. Вот, поэтому интересные такие моменты, и я иногда так с ними, когда переписываюсь, общаюсь, то говорю, ну, ты же понимаешь с самого начала, что я только в Меркурии, и больше я никогда никуда не пойду. Они такие, ну, да, я понимаю. Я говорю, зачем ты мне тогда писал? Ну, вот, там, растение надежды было, авось. Я говорю, слушай, так давай уже перестань выделываться, и зайди-ка, наконец-то, ты тоже, и начинай развиваться здесь. Потому что так яро, как ты мне рассказываешь про свои какие-то бизнесы, в которых на самом деле ничего нет, денег нет, перспектив нет, и ты просто в растерянности, потому что ты уже от безысходности пишешь, там, зная, что у тебя ничего не получится. Я говорю, так просто начни делать правильные действия в своей жизни. Что ж ты профукиваешь дни, что ж ты мне две недели пишешь, ты что, вообще сдурел, что ли, что ты профукиваешь свою жизнь? Начни делать правильные действия. Начни о правильном рассказывать, то, где у тебя будут результаты, а не вот так вот там. Хватит ты уже охотиться за этими меркурианцами. Да становись ты в ряды этих меркурианцев и живи так же обалденно, как и они сами. Хватит своими там какими-то уловками, прибаутками какими-то, хитростями пытаться ты захомутать этого меркурианца. Да сам ты с ним стань рядышком уже и будь таким же, как и он, с деньгами богатым и счастливым. Что ты хочешь с него постоянно поиметь? Вот я не понимаю этих людей, знаете, которые постоянно что-то хотят с кого-то поиметь, понимаете? Да, про диверсификацию поют там, песни. Да такая диверсификация, какая есть в нашем сообществе, ее вообще нигде в мире нет. Сколько бы у тебя этих корзин бы-то не было, чтобы яиц вообще в принципе хватило разложить по всем нашим корзинам. Понимаете? Все, то есть, думаю, люди, ну что такое у вас? У вас действительно какое-то осеннее обострение, что ли, произошло-то какое-то, хватаетесь за какие-то последние шансы. Да просто стань ты в ряды этих же меркурианцев и живи хорошо, хватит на них охотиться. И вы так, вот вы прям так и отвечаете, когда вам вот достают с этими вопросами, скажи, хватит охотиться за меркурианцами уже. Достановись ты тоже в нашей ряды. Они там начнут там что-то выделываться, там что-то там выпендриваться. Ты скажи, слушай, друг, твоя жизнь, делай с ней что хочешь. У меня есть своя жизнь, у меня все обалденно. Вот, желаю тебе тоже в какой-то момент, чтобы у тебя все стало хорошо. Все. Я их, ну я вот так вот с ними заканчиваю разговор, там они начинают там что-то делать, выпендриваться. Говорю, чувак, слушай, твоя жизнь. Просерай ее как хочешь. Я тебе сказала, как можно все изменить. Я тебе даже помогу, я тебе покажу. Я тебе прям пальцем тыкну, что, где и делать. И еще и покажу, как это можно делать. Вот ты, ну просерай свою жизнь как хочешь. У меня своя жизнь, у меня все обалденно охрененно. Живу дальше. Общаюсь с такими же крутыми людьми, вот. И все у меня прекрасно и великолепно. И будет еще лучше. Потому что я занимаюсь вот этим дизайн-инженерингом и строительством своей жизни. И своего будущего. Без вот этих вот ваших там за криптовалютами будущих. Это за какими? Ты сначала как бы выясни, за какими именно, а потом рассказывай эти фразы там. Или там новый какой-то там бизнес развивается. Поэтому вот так. И еще хотела вам, знаете, что сказать. Обратила внимание на некоторых из вас. Что кто-то там, особенно я видела это по России, кто-то там пиарил какую-то карточку. Ребят, тоже хотела вам сказать. Не позорьтесь. Какие-то вы там реферальные ссылки скидывали на какую-то карточку. Все остальное. То есть на вас смотрят люди со стороны. И ваш имидж, ваш бренд и ваше имя. В Меркурия. И в кэшфлоу. Очень дорогого стоит. Не профукивайте это вот просто так. То есть на все остальное. Там кто-то скидывал. Я там заработал уже 70 долларов рефералки. Блин, чувак, тебе что, мало где получать рефералку, что ли? У нас что, мало? Ну скажите, у нас что, мало где получать рефералку? Что вы позоритесь с этими какими-то реферальными ссылками? Непонятно чего. Какие-то карточки, какие-то еще там, еще всякие там. А новым даром вообще и близко не надо. Есть какая-то хорошая карточка? Великолепно. Пользуйся ей. Если она удобная, если она там, ну то есть какой-то классный сервис. Так пользуйся им. Все себе спокойненько, тихонечко пользуйся. Кому там надо, подсказал, что вот есть такой сервис, можно пользоваться. На хрена вы позоритесь с этими вот рефералками там и все остальное? Вот там этот вот. На вас люди смотрят. Лидеры, особенно если вдруг, да, такие. Я спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Они такие, азарт. Я говорю, слушай, азарт у тебя должен быть вот здесь. О, Наташа напоминает про хомяка. Да помните с этим хомяком? Я просто, я его первый раз увидела у Макса. То есть Максу кто-то показал. По-моему, в Турции вы когда были или где, или в Таиланде. Кто-то из детей ему показал. Вот. Говорю, что это за фигня такая? Мама, тут же вот так, вот так. Я говорю, ну окей. Сколько ты вот тут потапал? Ну вот часик там потапал. Я говорю, профукал час своей жизни. Да? А я знаю людей, которые их там тапали хрен знает сколько времени. Реально. Понимаете? Я им говорю, ребят, это не то. А они там такие, все там этот, все. Ну то есть и все остальное, да? То есть. Ну я не помню, наши, по-моему, хомяка точно нигде не пиарили. Ну вот чтобы вы не шли на вот этот какой-то соблазн. То есть, ребят, азарт пиарить и рассказывать, и про ссылки, и где получать рефералку, это все в нашем сообществе. Вот тебе, пожалуйста, платформа, какая хочешь, на любой вкус и цвет тебе получается. В кошельках есть партнерская программа. Вообще, ну, то есть в каждом потоке есть партнерская программа. В новом статусе, когда там ты идешь до лидерства, и когда... То есть получать реферальный бонус есть где. Строить команду есть где. Все остальное это просто, ну, пожалуйста, просто, знаете, как бы не портите свой имидж. Потому что это, ну, если вы настроены на жизнь, жить хорошо и классно, то имеет роль вот твой имидж как человека, да, как человека дела. И твоя команда, особенно для твоей команды. А если ты начинаешь свою команду куда-то там дергать, а давайте мы сейчас там этот вот, создавать какую-то ажиотаж, какую-то суету, напротив, непонятно чего, совсем не то дело, ребят. И даже вот, например, на примере с этой карточкой. Кстати, очень хороший пример с ней. Да, какая-то карточка, там удобный вариант, там все. Но хранить там деньги ни в коем случае нельзя. Запомните это. Не в USDT, ни в чем другом, потому что там же там USDT можно, например, нагонять там куда-то. Другие карточки, какие-то биржи. Ну, там, например, крипто-биржи. Нельзя там ни в коем случае хранить деньги. Вот просто запомните навсегда. Классный сервис, классная карточка расплатиться, великолепно. Надо тебе сегодня 100 евро. Вывел из Money Storage, из Сберкассы себе 100 евро. Ну, ты USDT, да, например, в USDT выводишь. Вывел себе там 100 USDT в этот, туда, там, на этот кошелек, например, да, на эту карточку. Потратил, все, завтра тебе там они не надо, не выводишь туда. Послезавтра надо, еще там тебе 200, например, USDT. Снова вывел, и все. Ни в коем случае туда не загонять деньги, ни в коем случае их там не хранить. Какие-то там заманухи по пакетам. Купи такой пакет, купи такой пакет. Ребята, это все просто замануха. Умейте различать. И самое главное, конечно, держите свой имидж. Имидж как человека дела. Это вот я хочу сказать каждому лидеру. Особенно. Потому что может быть там какой-то соблазн, да, как, например, вы хотите там и то, и то делать, и там быть, и там. Как это-то все там хомяка тапали, а как это я не тапаю. Да? То есть я теперь буду различать, кто этот умный человек и кто не умный. Буду спрашивать у него про хомяка. Если он знает, что это такое. Ага. Никогда не надо делать, как все. Делай по-своему. Так? Умей выделяться. И когда мы говорим тоже о нашем сообществе, и кто-то, помните, там иногда бывает, пытается там, ой, это ваше сообщество как то-то, да, это ваше сообщество как то-то, ой, это же в вашем фонде как то-то. Говорю, нет. Мы ни на кого не похожи. Мы совершенно другие. Мы — это какой-то такой фейерверк, просто всплеск в этом мире. Мы совершенно другие. Нет ничего похожего, никогда не было до нас чего-то похожего. И даже те, кто пытаются нас скопировать, они на нас вообще и близко не похожи, и никогда в жизни они на нас не будут похожи. То есть если кто-то думает, что он нас скопировал, и он на нас уже похож, никогда, во-первых, истоки другие, основа другая, цели другие, всё другое. И у вас, самое главное, нет нас, потому что наше сообщество — это мы, это мы с вами. А у вас нет нас. Соответственно, вы вообще никаким образом на нас не похожи, и никогда не станете на нас похожими. Мы другие, и мы выделяемся очень сильно, и поэтому у нас всё хорошо. И каждому надо вот это понимать и знать, что не стремись там за толпой, куда там народ валит, как в какую-то толпу, в какую-то бредядину, ещё там что-то. Думай головой. И вот понятие там азарта и всё остальное, да, вот на примере даже мне с этой карточкой. Думаю, ну, ребят, ну вы чё, прикалываете, что ли? Вам негде получать бонусы, что ли? И вы ради каких-то копеек, образно, туда направляете своё внимание и энергию. Вы же понимаете, что самое ценное — это ваше внимание и энергия, которую вы тратите, направляете на что-то. Так ведь лучше просто полежи на диване, если у тебя есть там часик. Чем вот это фигнёй страдать? Ну и ещё и не портите себе репутацию, имидж, потому что это очень важный момент. И когда у тебя уже есть имидж и репутация человека-слова, человека-дела, то, соответственно, с тобой и люди, и команда, и большая команда, и большие команды. А вот это вот заниматься там каким-то там, или там, когда кто-то приходит из... участников, и говорит, а вот там открылась какая-то такая темка, такая темка, полетели туда. Говорит, слушай, ну ты вообще, что ли, сдурел? Ты что собрался делать? Ты только зажил хорошо, ты только пришёл в то место, где можно зажить хорошо. У тебя только-только стали деньги появляться. Ты, знаешь, как расцвёл как-то, и ты хочешь свои деньги сплавлять куда-либо, и ещё и людей тащить, меркурианцев туда. Ты что, вообще? Ну реально сдурел просто. Ты что себе такое задумал? Ты о чём вообще? Поэтому, ребят, думайте всегда в первую очередь, что вы делаете. И не ведитесь на вот такие разные там пороки. Кстати, ну на какие-то такие, знаете, вот, это если чуть-чуть, кто вдруг когда-то смотрел фильм «Адвокат дьявола», да, то есть его тщеславие был самый главный порог его, да, и даже в конце фильма, и ещё. То вот эти всякие там штучки, надо заниматься своей жизнью. И быть довольным человеком, вот, изо дня в день. Это большой труд, конечно, быть довольным человеком, научиться так делать. Но недельку, вторую недельку, и потом ты понимаешь, что это просто уже твой стиль жизни, без которого ты не можешь. Вот так вот. Да, да, да. То есть всегда думайте, всегда знайте себе цену. И про опыт, про уникальность. Когда мне там пишут, Ирина, ну вот я же знаю, что вы обладаете уникальным и навыком. Они пишут это всем, во-первых, да, и всё такое подобное. Я говорю, да, конечно, я соглашаюсь. Вы абсолютно правы. И где я эти навыки все получила? И где я этот опыт получила? В Меркурии. И что вы думаете? Сейчас пойду с вами его профукивать, что ли? Нет, конечно. Я буду здесь и дальше продолжать наращивать, наращивать, усиливать и опыт, и навыки, и всё остальное. Потому что здесь у меня получилось всё. И здесь у тебя получилось всё. Ты получил всё, что нужно тебе для жизни. И самое главное теперь следующее – это сохранить то, что ты уже получил. Это такое даже, знаете, некое испытание для человека. Ты вот всё уже получил, и потом будешь ли ты поддаваться каким-то азартам, каким-то соблазнам, ещё какой-то другой там фигне. Или ты всё профукаешь, или ты всё сохранишь и ещё дальше приумножишь. Вот такой вот тоже момент. Потому что получить всё можно, а потом как ты будешь с этим распоряжаться дальше? Что потом с этим ты будешь делать? Или ты сумеешь сохранить, приумножить, или где-то там ты всё растеряешь. И деньги растеряешь, и репутацию растеряешь, и имидж, и всё остальное. Вот так. Поэтому, когда вы вдруг встретите кого-то из таких людей, и вдруг они будут попадаться, кто-то из наших участников, образумьте их. И позвоните сразу, скажите, что ты вдурел. И не страдай вот такой фигнёй просто. И сам не позорься. И не порть вообще себе ещё имидж и репутацию. Ну и других людей тоже не вводи в заблуждение. Потому что нигде денег нет, кроме кэшфлоу. Нигде. Запишите себе это большими буквами. Нигде нет денег, кроме кэшфлоу. Нигде никто не готов давать тебе деньги. Почему же у нас есть деньги, ребята? Тоже такой интересный момент. Видите, можно встретить там какие-то маркетинговые компании, ещё там какие-то компании. Они себя там по-разному могут называть. Инвестиции, ещё там что-то. Как угодно они себя могут называть. И схема какая-то может быть, там, знаете, там, у них интересненькая. И какой-то механизм у них может быть, что окажется похож на наш. Но фишка в чём? У них это просто компания для денег. А у нас, ребята, это сообщество для людей, в котором есть фонд. И задача нашего фонда сделать так, чтобы всегда у всех людей нашего сообщества были деньги. Потому что нам ценны люди, наши участники. И ценно то будущее, которое мы дальше с вами сделаем. Наш огромный, мощный замысел в будущем. И поэтому разница колоссальная в том, что различные компании, инвестиции, ещё там всё другое, у них только про деньги. Им, в принципе, не важно, что там будут за люди, какие там будут люди, получится у них или не получится. Они достигают своих каких-то определённых финансовых целей, и всё. И они в любой момент могут прекращать свою деятельность. А наша финансовая часть, это наш фонд и его задачи. И он создан для того, чтобы беспрерывно и постоянно обеспечивать всех наших людей деньгами, создавать механизмы, как это работает, инновации, новинки, разные плюшки, чтобы нам было интересно, чтобы было хорошо, чтобы было выгодно, и чтобы всё-всё-всё было у нас. Для того, чтобы у каждого участника нашего сообщества были деньги. И ещё его обучить, и образумить даже. И в голову втокмачить правильные мысли, правильные слова. И привить ему правильный стиль жизни. Именно жить. Жить лучше с каждым днём. Вообще понять, что такое жизнь для тебя. Вообще захотеть жить хорошо. Потому что самое главное — это захотеть ещё. Вытащить тебя из этой норы бедности, выживания, нехватки чего-то и всё остальное. Заставить тебя жить хорошо. Это задача нашего фонда. И обеспечивать всех нас всегда деньгами. И у нас, получается, сообщество богатых, счастливых людей. Не фонд. То есть, понимаете, нельзя ни в коем случае сравнивать наш фонд с чем-то другим. Наш фонд — это часть нашего сообщества. И задача фонда — делать так, чтобы всегда здесь были деньги. Как? Это уже другой вопрос. А как так получается? Ну вот так получается. Потому что когда у тебя есть цель и идея обеспечивать всех наших участников необходимым потоком финансовым, необходимыми знаниями, умениями, естественно, уметь идти на опережение во многих вещах, то у тебя тогда и получается. То есть, а не просто цель там собрать на какие-то там инвестиции, чего бы там не было бы инвестиции, там строить какие-то там, не знаю, что угодно, там какие-то планеты параллельные, там вселенные ещё потом. Ну получилось или не получилось. Неважно. У нас цель — обеспечить людей деньгами. И всё. Не удовлетворять личные амбиции там кого-то, потому что же в основном собирают инвестиции там на что-то, да, там, вот там чувак придумал построить то-то, то-то, вот он собирает инвестиции, это окупится, да. То есть на самом деле чувак удовлетворяет свои личные амбиции просто. И ему всё равно, что будет с теми людьми, которые ему скинутся на инвестиции. Ну не получится, он такой, ну извините, не получилось. Всё-таки, ну да, не получилось. То есть такая хорошая была идея. Да. Но он удовлетворяет свои личные амбиции. А у нас цель — обеспечить всех людей деньгами, чтобы деньги были у каждого. И приходится иногда даже ещё и заставлять вас получать эти деньги. Не крутиться там в каких-то малых этих потоках, а заставлять вас получать большие деньги. Знаете как? Убрать вот эти страхи, получать в жизни всё, что ты хочешь. Знаете, вот у меня такой вот есть тоже пример из жизни. Сейчас вот у моего малого, когда неделю назад был день рождения. И моя подруга Марина, это один из наших топ-лидеров, ну а мы с ней как бы давно уже знакомы и дружим много лет. Смотрю, она такая, хоп, присылает в Money Storage мне денежку, евро, и пишет это там Никитушке на подарок, с днём рождения. И знаете, и у меня сразу такое вот в душе радость и тепло. Не от того, что там прислала Марина, да? Причём там не пять копеек она прислала даже. Вот, то есть это хороший подарок получается. Не то, что там как-то внимание там Никите или ещё там что-то, да? То есть... А у меня такая радость, думаю, боже мой, как же круто, что вот, особенно человек, которого ты знаешь много лет, так что вот моя подруга Марина, с которой мы фигно сколько лет знакомы, с юности, да? Там, а в юности я помню, как мы жили. То есть ни у меня, ни у неё, ну как бы в семье не было каких-то излишеств или там финансовых, что там мы там что-то там как-то крутились, там что-то ещё. И я помню, когда у неё когда-то был день рождения, и мы ходили там, выбирали ей там подарок или ещё что-то. И мы выбирали из того, что было, вот знаете, там как бы на какую-то сумму, а там на пять рублей больше это уже стоило, мы уже не могли это купить, потому что просто не было на это денег. А там хотелось, но не могли. Я думаю, боже мой, какой же кайф, какое же счастье. Я так за неё рада, что она сейчас может себе позволить вообще не так жить, как вот раньше мы там жили, смотреть там, сколько там что стоит, да? Для себя делать всё классное в жизни. И ещё она может с лёгкостью, да? То есть делать подарки другим людям. И больше всего в этой ситуации я была рада за неё, что она теперь имеет эту возможность. Потому что делать подарки – это радость определённая. Я люблю делать подарки, я люблю делать приятности, там всё. Вы тоже понимаете, да? То есть самое приятное в этом всём процессе – это вот сам этот процесс. Я за неё так рада, что она теперь имеет возможность это делать налегке. Не думать там как бы пять рублей туда, пять рублей сюда, в одну сторону, блин, могу, не могу купить. А даже вот так уже просто налегке всё это делать и радовать себя опять-таки. Думаю, да, всё, мы делаем всё правильно, летим дальше. Ребят, и желаю каждому человеку делать всё правильно в жизни. Вот задумывайтесь просто. И сегодня у нас первое число – новый месяц. Обязательно сегодня надо делать себе потоки новые. Вот прям обязательно-обязательно. А вы там, кто-то очень часто пишет о купеческом законе. Да, это тоже работает, и важно это делать. И сегодня вот ещё там, ну, даже силы природы всё это делают. Вот сегодня точно тот день, когда делать себе потоки. Вот такие, знаешь, чтобы тебя даже и дух захватывало, и потом такой, и радость была, что ты можешь это сделать. И гордость за себя была, что ты можешь это делать. И пусть как бы ты там раньше бы не жил бы, какие бы там не были у тебя там финансовые вопросы, может быть, там какие-то трудности, ещё там что-то. Это совершенно не важно. Важно то, что у тебя есть сейчас. И какие действия ты предпринимаешь уже для своего будущего. И гордитесь тем, что вы уже имеете сейчас. Гордитесь тем, что вы можете уже делать сейчас. Что вы можете себе создать такой-то поток. Что вы можете купить себе там, e-currency, например, то вы можете сделать там что-то там для себя. Вы молодцы. И главное и дальше всегда продолжать делать правильные действия. Запишите себе где-то это вот большими буквами. Правильные действия. Только правильные действия тебя приводят к достижению результатов. Обернись назад. Вот что ты имеешь сейчас. И обернись назад. И проанализируй, что ты делал для того, чтобы получить то, что ты уже сейчас имеешь. Какие действия ты предпринимал. И теперь посмотри вперёд. И создай себе план. Из таких же действий. Только уже в 10 раз мощнее. В 100 раз мощнее. Ничего нового выдумывать не надо. Новый велосипед выдумывать не надо. Обернись назад. Посмотри, что ты делал до этого, чтобы получить то, что у тебя сейчас есть. И распиши свой будущий план. Всё тоже, только мощнее в какое-то количество раз. Договорились? И это и есть правильные действия. И запиши себе, что вот это мой план жизни. Из года в год. И это мои правильные действия. И ты только можешь там добавлять какие-то инновации, какие-то новинки, даже какие-то технические там штучки, ещё там что-то. Ты только будешь дополнять, улучшать, и ещё делать ярче свой этот план. Но основа, она всегда едина. И действуй именно так, из года в год, изо дня в день. Я вас люблю, дорогие мои друзья, дорогие посетители, слушатели зарядки, и всех-всех меркурианцев очень сильно люблю. И желаю, чтобы у всех, у нас всегда всё было хорошо. Ну и у каждого, у кого вдруг ещё там он в пути, чтобы ты поскорее уже обретал эту внутреннюю свободу, удовлетворение, лёгкость, и просто принимал, что вот такой стиль жизни есть. И, конечно, всем-всем объявлять всему миру, и показывать всему миру и всем другим друзьям в мире, всем другим людям в мире, что такая вот жизнь в стиле Меркурии возможно. И, оказывается, ничего сверхъестественного для этого делать не надо. Просто показывайте, что делаете вы. И вам тоже. Вы постоянно чего-то ищите, чего-то там этот вот, как про эту белку точно вот что. Да нет, это как для хороших белок, это вот для меня, нет. Ищите чего-то, думайте, что вы чего-то не знаете, что вы чего-то не умеете. Вы всё знаете уметь. Если у тебя уже есть такие результаты в жизни, которыми ты гордишься, если ты уже стал лидером, ты уже знаешь и умеешь много чего, делай так же. Просто сильнее и мощнее. Больше усилий тебе прилагай. И знаешь как? Становись ярче, становись смелее обязательно. Ты уже знаешь, что делать. Перестань быть постоянно в каком-то таком поиске, неуверенности и всём остальном. Рассказывай просто, как делал ты сам. И показывай другим людям, как у тебя это получалось. Сначала начинала я вот с этого, а потом я делал это, а потом я делал это. Потом я только подумал, а что это я сижу тут? Три, пять, тысяч, десять у меня тут тысяч. Я потом пошёл фигачить. Миллионы. И всё, и сейчас у меня уже тут миллион. Вот, тебе ничего выдумывать не надо. У тебя твоя история, твой путь. Просто рассказывай свой путь. Ещё раз всех благодарю за сегодняшнюю зарядку. Вы красавчики. Наша неделя очередная была великолепной. Влетаем в новый месяц ноября. И этот месяц тоже будет таким. Я думаю, что каждый из вас на этот месяц себе что-то придумал сверхяркое и сверхкрутое. И пусть это свершится. Ребят, все мы этого достойны. Вот так. Всем сегодня классного дня, крутых свершений, целей, плана к своим действиям, к реализации своей цели. И фигачить и фигачить в полную силу. Всех обнимаю. Всем много энергии, настроения. И до встречи в понедельник на новой зарядке. Впереди два дня перерыва. Делаем все, что мы сейчас проговорили. И в понедельник заряжаемся на новую неделю. И у нас есть уже, что обговорить на этот понедельник. Люблю вас. Целую, обнимаю. До встречи в это же время, понедельник. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok